Руслан Караев Руслан Караев Руслан Караев Пропустивший удар тяжеловеса чувствует себя, как будто попал под машину. Руслан Караев Руслан Караев Руслан Караев К1 вообще очень такой травматичный вид спорта. После какого-то боя ты можешь засесть на месяца два, три, какой-нибудь травмы и пропустить какой-то важный официальный бой. Самый важный бой – это финал чемпионата мира К1, проходящий в Японии. 60 тысяч зрителей в зале и миллионы у экранов. Поклонники К1 не дают Руслану покоя даже во время тренировок. Вот звезда японских мыльных опер. Специально приехал сфотографироваться с русским бойцом. Руслан уже два года живет в Японии, но лишь недавно нашел постоянного тренера – сенсея Яхара. Яхара сам в прошлом чемпион мира по тайскому боксу и ни одного чемпиона воспитал. Я верю в Руслана. Он молодец, у него хороший дух, он хорошо тренируется и вполне может стать абсолютным чемпионом мира. Тренер не жалеет Руслана. Все три часа не дает ему передохнуть. Разминка, работа по лапам, ринг, работа по мешкам. Техника отрабатывается самая простая. Например, такая связка – правый боковой, левый боковой, сайдкик или лоу-кик. Несмотря на то, что техника простая, Руслан не раз проводил ее в своих победных боях. Иногда удар ногой оказывался лишним, как вот в этом поединке 2005 года против Бадра Хари, где Руслан нокунировал соперника в первом же раунде. Впрочем, для победы в боях без правил нужна не только техника и любо-носливость, но и несгибаемое мужество. В турнире в Лас-Вегасе я провел три боя в один день. Во всех трех одержал победу. Это вообще для меня тогда был шок, потому что я приехал на турнир с поломанной ногой. Да, у меня нога была в гипсе, я, можно сказать, за день до турнира размотал этот гипс, вышел с такой пушей ногой немножко, поломанная нога. Вообще, можно сказать, тогда не был уверен в своей победе. Но так получилось, мне повезло. Фартуна была на моей стороне, и я одержал во всех трех боях победы. В год у Караева минимум пять боев, поэтому и в тренировках нет выходных. Тренер заставляет Руслана выкладываться, работать на пределе. Каждый удар как последний. Ближе к соревнованиям у Караева три занятия в день по три часа. Вечерняя тренировка, которая продолжается с шести до восьми, закончена. Сегодня суббота, на следующее утро тренировки нет. Можно пойти с друзьями в ночной клуб или в кино. Раз в неделю Руслан может себе позволить такое отступление от режима. Все же не зря он рискует здоровьем в боях без правил. В тренировке Руслан едет в район развлечений Шибуя. В том, что Караев-Звезда К1 есть свои плюсы. Ну, честно говоря, документы, права показывать особо так не приходится. Здесь японцы все очень любят бои К1. И мне это очень сильно помогает. Они максимум, что могут попросить, попросить фотографироваться вместе. И все нормально. Больше никаких проблем. Пока у меня конкретно одна цель – это добиться лучшего результатов К1, стать чемпионом, абсолютным чемпионом К1. И как-то порадовать свою семью, своих родителей, своих близких, свой город, свою страну, Россию. Ему всего лишь 24 года. Все его победы еще впереди. Впрочем, он уже вписал свое имя в историю боевых искусств.